Анонимные кошельки отныне вне закона, а антинаркотический декрет внес изменения в работу платежных систем Беларуси. Принципиальное новшество интернет-деньги выходит из тени. Что это значит и как теперь будем расплачиваться виртуально, разбирался Яков Бута. До конца прошлого года пользоваться интернет-деньгами белорусских платежных систем можно было абсолютно анонимно, не указывая своих реальных данных. Антинаркотический декрет заставил всех обладателей электронных кошельков выйти из тени. Теперь для открытия счета необходима идентификация, личный визит в банк и предоставление всех необходимых данных. Основная цель этой части декрета – лишить электронные деньги анонимности, ведь очень часто оплата наркотиков проводилась именно через интернет-кошельки. Было принято решение о том, что необходимо четко идентифицировать всех держателей электронных кошельков для того, чтобы исключить возможность использования таких современных каналов, электронных каналов для противоправных действий. Представители банков говорят, во-первых, это неудобство для пользователей, а во-вторых, существенная нагрузка на операционных работников. Единственное, что они могут сделать – максимально упростить процедуру идентификации. В нашей радости поток клиентов, которые хотят идентифицироваться, оказался больше прогнозируемо нами. То есть все-таки клиенты привыкли к сервисам и готовы пройти эти не очень удобные для них процедуры. Это радует нас по двум причинам. Во-вторых, что отток нашей потери от нашей клиентской базы будет не столь велика, как мы ожидали. А во-вторых, это хорошо, потому что клиенты, которые придут лично к нам, мы сможем предложить им пол наших полных продуктов. То есть это повышение, расширение нашей клиентской собственной базы. Со вступлением в силу декрета фактически в Беларуси исчезает один вид банковских карт – подарочные. По законодательству это тоже одна из форм электронных денег. Вы эту карту не сможете подарить кому-либо. То есть имитировать ее как бы можно, но при этом у нее должен быть четко идентифицированный держатель. И передавать ее третьему лицу, соответственно, с правилами платежных систем. Платежных систем, как правило, запрещено. То есть я думаю, что белорусские банки, те, которые в настоящее время, которые занимались, вернее, до 1 января эмиссией предоплаченных карт, они эту деятельность свернут. Но эксперты говорят, что радикально проблему серых денег это не решит. Многие анонимные пользователи уже перетекают в иностранные платежные системы. А те, кто планирует остаться в белорусских, должны пройти процедуру идентификации электронных кошельков до 1 марта. В противном случае они будут заблокированы. Яков Бутой, Денис Соколовский, агентство теленовостей.